Продолжение следует... 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 Если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Это первое появление за месяц этого персонажа, соответственно, в новом патче. Ну, если я все правильно понимаю, то это какой-то оффлейн Тускар будет. Либо же Бэйн, который постоит, я не знаю, оффлейн или центр. Бэйна в оффлейне мы видели уже как-то. В исполнении ЕГЭ, в частности, Сумаил... Пардон, Сумаил Юнивер сыграл на нем. Но не знаю, почему этот Тускар пока здесь. Но есть хороший подсейв, очевидно, у Фнатик уже, и Тускар, и Бэйн. Осталось только понять, как линии ставить. Посмотрим. Интересный драфт от Энви. Пока что. Тензи противом забирает себе Разора, который несколько вариантов для врага блокирует как раз. Особенно в кэри. Позиции. Ну и какие-то опции на мид тоже могут быть заблокированы. Потому что Разора может как кэри исполнить, так и мид. Противный герой. Террор Блейд появляется. Фнатик. Это решение мне уже нравится. Более понятный персонаж появляется. Ну и плюс против вражеского драфта смотрится не так уж и плохо. Немного может Шейкер помешать, но, опять же, Шейкер сейчас поменьше урона наносит. В том числе и от Иллюзий. Больший все-таки профит он получает, когда он врывается в большее количество героев. Убрали инишил, так называемый дэмэдж. То есть дэмэдж, когда ты просто ультуешь, да, самого ультимейта. Только эхо урон остался. И он был порязан еще по иллюзиям. Соответственно, ты получаешь серьезные дивиденды, когда ультишь как раз в героев. Желательно, чтобы их было много. Но и Тинси про Тим. Четвертый пик для них. Знают они уже вражеского кэри. Можно от этого отталкиваться. Легион Командер. Зачастую неплохой герой против Террор Блейда. Очень быстро уничтожает иллюзии ТБ, используя в одну способность. Ну, плюс контроль. С дуэли появится. Самое интересное, поставят ли Бэйна в центр Фнатик. Вот в чем вопрос. Тингера банят Фнатик. Ну, последний бан для Тинси. Куда они все-таки рассчитывают... На этого Бэйна? Куда он отправится? Нет, интересно. Интересно. Вообще, более, наверное, приземленный вариант это какой-то Тускаров Лейновый. Это прям приземленный-приземленный вариант. Ну, либо Бэйн оф Лейновый. Но это уже чуть более... Не знаю, какой-то... Странный план. Квапу банят. Все-таки не ожидают увидеть там ни Бэйна, ни ничего. Шторма берут Тинси против. И пока какой-то яркой контроли этому Шторму нет. Безусловно, может Распирит и Бэйн его контролировать. Но не забывайте, там Сайленсер. Не забывайте, что Шторма еще словить нужно для этого. Но под Сайленсером Шторм мало уязвим. Обычно. Фнатик. Последний пик для них. 40 секунд дополнительного времени. Еще последствия снова будет. Это Инвокер. Выберите своего героя. Окей. Окей. То есть у нас либо Тускар, либо Бэйн оф Лейновый. Ну, видимо, Тускар. Абит забирает себе Инвокера. А Энви забирает Туб Бэ. И Охайл. Заграбастал Тускара. Давайте смотреть, к чему это привезет. Мне лично интересно. Как поставить даже в итоге линии. Оставлять на самом деле Террор Блейда тоже одного не хочется. Ставить Тускара в соло легкую. Тоже странно. По идее, даблы какие-то мы бы наблюдать должны были. Но линии сильны. И у ребят из ТНС. Откровенно сильны. К Розору на линию соваться неприятно. На Тускаре, в частности. Под Шейкером, Сайленсером тем более. То есть, ты ставишь просто Даблу, Сайленсер, Разор. Таких героев, которые хорошо противостоят, им у Фнатик нет. Интересно. Ну, вообще, Охайл частенько играет на нестандартных героев в оффлейне. То есть, мы видели и Пуджа как-то в его исполнении в оффлейне. Мы видели и Джакира тоже. Ну, то есть, не самые такие нестандартные, скажете вы. Потому что появлялись они уже не раз в пиках. Но вот Тускар оффлейн это прям что-то новенькое. Радует сегодня Юго-Восточная Азия. Показал нам Муши в предыдущем матче. Кэрис Лордара. Неудачно, но показал. Посмотрели, удивлялись. Да и черт с ним. Ну, вот что касается этого матча. Еще более интересная история с Тускаром. Интересный сет, кстати, у Охая на этого тусика. Мы будем разбираться. Как планирует работать. Матик. Ну, очевидно, что очень хороший сетап есть у Фнатик под Синстрайки. Вопрос только, нанесут ли должный урон под этот Синстрайк. Очевидно, что тут и Тускар хорошо контролирует героя. Яр Спирит, Бэйн. Тут, если Абит разгонится, то не сладко придется ТНС. Само собой. Ну, во-первых, Абит стоит против Шторма. Которая ему будет помогать, скорее всего, Шейкер. Во-вторых, еще раз говорю, нужно урон наносить под этот Синстрайк. А это не так просто сделать. Ну, и, похоже, что-то у нас на триплув сложное. Охая пока не отправляется никуда. Возможно, телепорт в легкой в итоге сделает. Так. Там что-то говорят. Тут кого-то из друзей удалил. Кстати, подловили Пайлайдай. Ну, и на первом уровне Шторм прокачал Вортекс. Это неприятное событие для Шторма, очевидно. Это даст определенное преимущество Энлокеру на старте. Но это первая кровь. И она достается как раз Шторму. Так что тут и плюс есть, и серьезный минус. В общем, хотя бы первую кровь сделал Ку-Ку. Быстро банку получит. Либо же второй нулик, если захочет. Но обычно на Шторме второй нулик мы редко видим. Все-таки некуда его обычно девать. Битва начинается. Ну и Баунти Руна достается тоже Шторму. Внизу, вверху одна Баунти достается Легионке. Вторая пока бесхозная. Абит тоже забирает Баунти. Телепорт не делает. Просто блочит здесь. Распирит. В таком случае можно телепорты не делать. Тут тоже Шейкер блокирует Крипов. И Сайленсер помогает для Шторма. Молодцы саппорты. Поддерживает миндеров со старта. Но все-таки этот Вортекс вначале даст о себе знать. Давайте смотреть. Сайленсер сходу пришел помогать. Как раз понимают парни. Что с Вортексом фармить не так комфортно будет. Тем более против инвокера, у которого неплохой урон со старта. Ну и пока по линиям Тускар. Все-таки вниз отправился. И в легкую пошел Бейн. Которому подтягивается Террор Блейд. Легионке не так-то и просто будет стоять на этой линии. Конечно, убить ее сложновато без перетяжки Распирита. Но вот с Диджием уже варианты будут. И Шейкер, и Сайленсер начинают с центральной линии. Возможно, попытаются как раз напрячь слегка Абеда. Тоже со старта инвокер особо не обладает какими-то способностями к спасению своей мужа. Да и дальше тоже не сильно. Да. Мешают Абеду. Дают задел Шторму. Очень правильно действует ТНС. Все-таки Вортекс вдарит по нему. И они сходу помогают. Не дают инвокеру со старта перейденайть, перебить крипов против Шторма. Здорово. Тем временем внизу. Атака на Разора. Диджи потянул Сокухаю. И это первое убийство для Фнатик в этой игре. Очень здорово подловили Рейвена. И очень неожиданно, по крайней мере для меня. Видимо и сам Разор здесь заигрался слегка. Ну, если он оказался практически под тир-1 башней врага, то, наверное, заигрался. Еще одна атака на Разора. Диджи вкатывается. Статик Линк до сих пор еще и не восстановился. Глушение туда же. Но если бы Шорды закрыли, то, возможно, бы и второй раз Рейвена убили. Ну и в центре продолжает стоять Шейкер. Просто мешать Абеду. 2-0 у него. По Крепстату. Ну, а Шторм 5-3 имеет. И уже этот Вортекс не так болезненно по нему бьет. С уровнем. Выйдет он в стандартные Ремнанты, в стандартный Оверлот. Ну и Бэйн. Пошел забирать баунти-руму. Просто таких героев, как Бэйн, как Эрспирит, очень сложно бороться за баунти. Хая тут внизу тоже заберет. Чуть-таки не 4 руны досталось бы. У нас Путсенстрайк был задел, но в центре убили Абеда. Пока он там что-то планировал сам. Со своим сэнстрайком. Ну и удался. Выход. В итоге даже этот Вортекс работает сейчас на Шторма. Приятненько. Когда тебе так Шейкер помогает. Шейкер под невидимостью в центральной линии. Абед будет играть предельно осторожно сейчас. Он не знает, что там невидимость конкретно у Шейкера. Но знает, что такая опасность может быть. Шейкер с него не слезает со старта игры. Знаете, довольно неплохо стоит Тускар. Не то, чтобы ему сильно мешали здесь. Один Разор не справляется с ним. А вот Сайленсер особо помочь не может. Линию контролирует Тускар вблизи своей башни. В центре атака завязалась. Уже атака на Шторма. Хорошо Диджи подталкивает Шторма. Поближе к Абеду. Но добить не удается. И вот он Вортекс в очередной раз работает для Шторма. Отлично. Не удалось добить. Ку-ку быстро. И за это свою жизнь заплатил. Расперед. Сейчас 3-1 уже становится. У нас война за баунти. Постоянно между Бэйном и Легионкой. Вот предыдущие они поделили. Одну баунти забрал Сэмэйдж. Вторую Пайлайдай. Пайлайдай пытается прогнать Сэмэйдж куда подальше. Сэмэйдж крипов вводил. Ну и... Кстати, Пайлайдай неплохо так, но получал. Шейкер подтягивается. Могут и убить Бэйна в этом моменте. Бэйн должен разыграть как-то грамотно Слип. Выбирает правильный путь Пайлайдай. Правда, Тимс забирает баунти руну. Пайлайдай заберет свою баунти. Поделили. Не зря Шейкер шел в итоге. Раз баунти забрал. Ну и Диджи забирает баунти внизу. Плюс Аркейн руну. Возможно, вновь выход на Шторма будет организован. Пока не удается Санстрайке особо тоже реализовать инвокера. Таких атак со стороны Бэйна нет. Ту же Легионку непросто пробить. В теории, под Слип, под Санстрайк, под Террор Блейда с его метаморфозисом можно. Сам Террор Блейд нажимает метаморфозис, чтобы прогнать Легионку. В одиночку. Ну а Бэйн перетягивается к центральной линии. Пытается он инициировать драку. Шторм отходит. Грамотно действует ку-ку. А все еще хотят убить Шторма. Хотят, хотят, хотят. Силы Света используют сканирование. Выходит Пай. Но Шторм продолжает удерживать позицию. Как дела обстоят на нижней линии? 25 крипов в Жо Хайо. Он опережает Разора на этой линии. Флейн Тускар. Один на один переиграл Разора. Вот вам и пожалуйста. Ку-ку все еще выдерживает дистанцию. Первого уровня Найтмар. Позволяет инициировать эту драку. Ну и вверху Диджи подтянулся. Кенви. Я просто в какой-то страшный сон попадаю. Которую игру подряд в Юго-Восточной Азии. Теперь у нас Тускар во Флейне унижает Шторма. Ну не то, что унижает. Пардон, не Шторма, а Разора. Не то, чтобы унижает, но... Перефармил так точно. Нельзя. Ну Абит понемногу фарм... Свой стабилизировал. Но очень бы хотелось Инвокеру сейчас зарабатывать убийство, используя его в Санстрайк. Но его команда не создает моментов. Возможно, внизу попытается Разора убить. Шестой уровень у Рэйвена. Здесь неподалеку Эр Спирит. Охая должен четко инициировать. Появляется у Охая Варлл Спанч. Ну и с Варлл Спанчем можно пробить этого Разора. Опять же, под Санстрайк. Легионка подходит к Энвис. Здесь неподалеку и Шейкер. Метаморфозис доступен Террор Блейд. Если сейчас кого-то подцепит Бэйн, вероятно, под Санстрайк и Метаморфозис забрать можно будет. Но Бэйн пока в холостую бегает. Руны забирают, что уже неплохо. Охая видел, что отвел крипового оппонент. Как бы здесь не показался на крипах и сам Эр Спирит. Осторожно действует, Рэйвен. Вверху. Шейкер все еще караулит. Около Террор Блейда. Летит Шторм. Будет атака на Энви. У Энви есть Сандер, между прочим. Если не убьют его за контроль, могут и получить оплевуху серьезно. Идет дальше. Шторм. Вот он, Сандер. Ну и привет, Ку-Ку. Ку-Ку, мой мальчик. Ку-Ку, мой миленький. СМИЧ тоже подвергся атаке. После слипа Шейкера избивают дабл-кил для Пайлайдай. Чего придумали? Непонятно. Но верили. Возможно, верили в то, что Сандер. Не прокачан у Энви. Такое часто случается с Террор Блейдом. Они не берут Сандер. Но многие опытные Террор Блейды либо же скиллпоинт оставляют и держат его до нужного момента, либо же просто прокачивают. Потому что всегда есть опасность атаки. Нужно было идеально атаку эту построить, чтобы не вышел из-под оглушения Террор Блейд. Тогда только шанс был убить его. Ну и у Легионки не было дуэли тоже. Как вариант, если бы у Легионки дуэль была, то неплохой бы ганг был. А так что-то странное получилось. Ну и вновь атака на ТБ. Сандера на этот раз не будет. Неподалеку есть Бэйн. Если Бэйн на себя, то атаку возьмет, будет здорово. Но все равно выходят на Энви. Но на этот раз с Энви сложно будет уйти. Потягивает его на Вортексе. И Энви... Спасен! Спасен Тускаром! Обалдеть! Ку-ку погибает от Сэнстрайка Абиту. Пайл Лейдайв. Сон отправляет Легион Коммандер. Что произошло сейчас? Охайо! Великолепное исполнение! Потрясающий сноубол! Ой-ой-ой! Как же это больно! Второй раз погибает Шторм при ганге Энви. Черт возьми! Как он успел! Охайо! Во всей красе, друзья! Нижнюю башню селть, мы атакуют! Ну и возвращается на линию Легион Коммандер. До сих пор не имея шестого уровня. Пока ситуация складывается ужасно для ТНС. Десятая минута, уже 2000 золота перевес. Пытались Охайо, что ли, подбить? Ну, с Охайо сейчас драться не очень удобно. Охайо вам с Валруса отбросит разочек и пол лица нет. Хорошо закрывает двоих в шардах. Санстрайк полетел, но он не точный. Возможно, стоило дождаться слипа Бэйна. Бэйн использовал сап, маны на слип особо не остается. Только сейчас она восстановилась. Охайо вкатывается на Тимса и удар от Пайлайдай фатальный. 6-3 еще остановится. Уже 3000 золота перевес. И там понемногу Абит близится, по идее, к приобретению Мидаса. Просветка не достает до инлокера. Пока все выпады ТНС выглядят очень болезненно для самих ТНС. И для зрителей, конечно. За таким даже наблюдать больно. А представьте себя в игре. Вот и сейчас, и на месте ТНС. Две попытки неудачные. Третья в центр пошла, тоже неудачная. Просто дурачков из них делают Фнатик. Раз за разом. Ну и Рэйвен. Внизу кое-как подфармливает. Давайте посмотрим, что у него по общей ценности. 4-100 почти. Он особо не уступает вражеским основным героям. Только вот Террор Блейду немного. Ну и ТНС пытается забрать Терридин башню внизу. Обороняется Тускар и Распирит, который почти получил уже шестой уровень. Вот сейчас шестым. Ему курьер принес, кстати, книжечку. Tom of Knowledge. И Диджей на пару с Охайо. Какую-то атаку могут придумать под магнитайс. Почему бы и нет. Продолжают катапульты бить по башне. Ну и эта башня будет разрушена. Сноубол. Тускара. Правда высасывает с него урон. Разор. Хороший Сайленс. Санстрайк влетает. Он даже не понадобился. 14-37 и так погибает. Диджей страдает от рук Рэйвена. Пытается остановить Рэйвену Охайо. Ему это фактически удается. Но урона хватило Рэйвену, чтобы добить оппонента. Ну и ультимейт по Шейкеру от Бэйна. Шейкер, скорее всего, тоже погибнет. Тимс пытается уйти. Использовав тотем и фиссуру. Но этого недостаточно. Дабл килл для Охайо. Уже кинг спри. Офлейн Тускара. Очень полезный. Счет 4-8 становится. Но, правда, башню забрали внизу. Небольшой это плюс для ТНС. Ну и Ку-Ку. Вдарился фарм. Понимаю, что пара неудачных гангов. Уже сделано. Пора остановиться. Кстати, Легионка подцепила Террор Блейда в дуэль. Если успеет выйти с контроля. Эм, и он успевает. Да что ж ты будешь делать? И снова Ку-Ку погибнет, похоже. От Руко Хайо. Или нет? Или нет? Но Ку-Ку благо выжил. Благо для команды ТНС. Подтянулся сюда и 14-37. И разор. Санстрайк неточный. Ну вышли из положения Фнатик. Вышли хорошо. Но и ТНС тоже среагировали. Фнатик в лице Энви, конечно. Энви успел нажать Сандер. Успел бить Легион Командер. То есть не сильно много золота потерял. Но то, что не погиб Шторм, это самое важное. Если бы сейчас еще Ку-Ку погиб, Эта ситуация была бы безоговорочна в пользу Фнатика. А так потеряли двух сынных героев. Фнатик. Ну ТНС выкрутились. Ну и сокращают оставание. Рэйвун забирает еще одну башню для своей команды. Пока вот этот разор, который, казалось бы, абсолютно топорный в исполнении, спокойно идет и забирает вторую башню. Сложно его пробивать. 12 уровень. Довольно статовый персонаж. Спутэ, с аквилой, с барабанами. Внизу у нас драка планируется. У Энви нет Сандры. Пока что об этом знают. Плюс метаморфозис в откате тоже еще 20 секунд. Ну и ТНС прогоняет отсюда Фнатик. Фнатик понимает, что никого на карте нет. Нужно сыграть осторожнее. Есть также глобал у Сайленсера. Сейчас все в руках ТНС. Как дела обстоят у Инвокера? Куни много приближается к агониму. Санстрайк от Абеда. Ку-ку-ку под ультимейт Бэйна. И с Сайленсом почему-то не сработал. 1437. К сожалению, Диджей его, по-моему, приостановил. В этом моменте Тимса, правда, тоже убивает. Но что ж ты будешь делать? Что у ТНС все так плохо удается? Вроде глобал был, все было. В итоге Бэйн под его ультимейт был использован Санстрайк. Убит, шторм на ровном месте. И еще и 1437 погибает. К моему величайшему удивлению, ТНС вновь на ровном месте проигрывают драку. Я не очень понимаю, что произошло с Сайленсером. Я к этому моменту немного не успел, поэтому анализировать его нет смысла. Что произошло? Почему не был нажат Сайленс моментально после ультимейта Бэйна? Вот в чем вопрос. Санстрайк по Легион Коммандер, под атаку Охайо! И СМХ погибнет. Еще одно убийство для Фнатик. Не везу, Хэ. Силы тьмы укрепили свои зарубежья. Знаете, как будто на классе сейчас Фнатик справляются с ТНС. Хотя класс, на мой скромный взгляд, у этих команд примерно равный. Ну, удается намного больше в этой игре для Фнатик. Нижнюю башню сил света атакуют. А, Бетроцентр отбушивает метеором. Ну и Фнатик смещается в нижнюю часть карты. Все это время продолжает фармить Синвокер, который уже близок к своему аганиму. Тир 1 башня будет разрушена. Судя по всему, Глобала еще не будет 30 секунд, но ТНС, тем не менее, идут обороняться. Для них это может плохо кончиться, очевидно. Тимса тоже пока даггера нет, хоть ультимейты доступен, но... Без даггера войти в несколько героев крайне сложно. Да, тут башню, по-моему, не спасти. Кто-то продолжает на ней настреливать. Энви крипов убивает. На самом деле, можно попытаться и дальше пойти в Фнатик. С другой стороны, там сейчас восстановится ультимативный у Сайленсера. В таком случае, пожалуй, делать этого не стоит. Даггер появляется у Пускара и пауза. Взнате, фарм очень хороший у Энви и у Абда, но не остает от них Разор. Вопрос, кто из них сильнее, я бы ответил, наверное, все-таки парочка из Фнатик. Но Разор в ближайшие минуты может стать камнем преткновения для Фнатик. Давайте посмотрим, какую сборку нам продемонстрирует Рэйвен. Пока вроде как он забросил себе Шиву после Драгон Лэнса. Оплотнился Разор уже по максимуму. Ну и так играется, меняет на Аганим. Вообще пуша нет у ТНС, откровенно, просто нет. Без Аганима на Разоре забирать нормально башню и быстро, что самое главное, сложно. Разор, конечно, с руки уже у нас две башни забрал и внизу и вверху, Тир-1. Но их особо не обороняли. Если будет оборона со стороны Фнатик, то пуш должен быть основательней. Может быть, Аганим здравая идея для Рэйвена. Дабы как раз пуш усилить. Тимс внизу подфармливает на Даггер. Охайо шел в его сторону. Здесь на Варде увидел своего оппонента Шейкер. И Охайо тут ничего не добьется. Но если Шейкер подставится, то добьется. Агуд Даггер у Охайо есть. Если прыгнуть дать Валару с панч, санстрайк, то Шейкеру жить придется недолго. Но вроде как Шейкер не подставился. Задинали в центре башню. Пайлайдай и ТГ. Но первая линия башни на всех трех сторонах разрушена. Даггер появился у Легион Коммандер. Наконец-то чуть проще станет инициировать драки. Вопрос в том, что какого-то быстрого такого урона под дуэль Легионки нет. Но если будет герой мягкий по дуэлью, то урона достаточно. Продолжает фармить Энви. Но на первой строчке Терр... Блейду пока не побывать. Ее плотно занимает Инвокер. Шторм посвякает, собирает себе Орхит. Нажимает барабаны Энви. Пошел за купель. Разбивает в арду ультимейта Бэйна. Но и реакция наконец последовала. Моментальное использование Глобала. И все правильно сделал в этом моменте 14.37. Так должно было быть и в предыдущем моменте, когда Шторма убивали. Правда Диджи подловил Шторма. Ну что ж ты будешь делать? Какая-то катастрофа для Куку, а не игра. 2-4 счета. Не перестает он погибать. 6.14 продолжает фармить Террор Блейд. Продолжает фармить Инвокер. И не это делать быстрее, чем враги. Намного. Заслуженная награда. Давайте взглянем на артефакты. Что у нас там появляется, чем порадует нас в ближайшее время. С Айленсу Шторма. Только что мы об этом говорили. Но если он будет так дальше погибать, то вряд ли. В ближайшее время появится у него Орхид. Разор все-таки передумал и собирает себе Пику. А не Аганим сначала. Пика неплохо смотрится против Тускара. Как раз против таких атак, которые обычно удаются Фнатик. Какого-то героя подловили. Под Сэнстрайк ты моментально Пику используешь на союзника, либо на себя. И вроде порядок. Нужно как-то от Разора отталкиваться. Он сейчас самый плотный, самый неприятный для Фнатик. Как-то от него отыгрывать нужно. Но когда глобала нет, это вряд ли удастся. Тускар здорово отыграл Охайя. Ушел на крипов. Здесь его не подловить. Даггер через 5 секунд. Еще и шарды великолепные. Но... Я понимаю, почему взяли Охайя этого Тускара. Я прекрасно понимаю. Сначала было недоумение. Почему оффлейн Тускар? Зачем? Как? Но то, как исполняет над Охайя Охайя, снимает все вопросы. Безусловно, это нестабильный, непостоянный пик для Фнатик будет. Но вот по ситуации... Понял? ...тот герой может удивить врага. Они не поймут от чего. Пока Охайя исполняет на уровне. 40% копыту на 10, 150 сноубол урона на 15. Ну и дальше посмотрим. Я думаю, 100% в Орлус Панч Крит. Тас ожидает. Охайя собирает Блэкинг Бар. Слушайте, Охайя сейчас может напороться на ТНС, но они так удачно для Охайя, пожалуй, разминулись. Диджи подфармивает верхнюю линию, близится понемногу к Юлу. Ну и не забываем, что все это время, пока я тут рассказываю веселую историю, Террор Блейд фармит, фармит инвокер ТНС никого не обнаружили в дополнительном лесу и попытаются выйти, пожалуй, на Тускара. Но Охайя скрывается, не видя никого на карте, понимает, что ганг может последовать. Пайлайдай стакает. Древних СМХ прыгнул за ним, выдает дуэль, Рэйвен поддержит уроном. Пайлайдай, конечно же, погибнет, отдав. Дуэль Легион Командер, но будет контратака со стороны Фнатик уже. Трудности у Легион Командер, ее подловили и убили. В огоне также за Разором, Санстрайк улетел. Санстрайк улетел, похоже, в Тимса. Тимса и так добьет Аббет. Санстрайк даже не потребовался. Неточным. Тут Шторм врывается под Глобал, Терроблейда забирают. Забирают также и Диджия. Найр Спирит, это Ускар, получает Орхид от Шторма. И это еще одно убийство для ТНС. А вот тут уже сработано здорово. Под Глобал влетел Шторм. То, что должно, в принципе, было происходить и раньше. Наконец-то эта комбинация была использована командой ТНС. Не удел остался Терроблейду, которого пока нет. Монта Стайла, чтобы этот Сайленс сбросить. И никакого Сандера не было. В итоге выживает лишь Инвокер. Который добивал там Страстно Шейкера. Ну и два героя у ТНС погибает. Небольшой камбэк состоялся. Ну и будет, похоже, еще одна атака. На этот раз со стороны Геонки вновь. Видел своего оппонента Инвокер. Нажимает сразу Торнадо и ЕМП. Видел благодаря Спириту, конечно же. Шторм сейчас быстро поднимется, если еще одну такую драку провернуть. Он так-то уже не отстает особо у Терроблейда. Благодаря этой драке. В частности. Шторм быстро фармит. Не взирая даже на его старт. Этот герой имеет потрясающую способность к фарму. Тимс у нас с Даггером. У нас также похвастаться золотом может Разор уже. Легионка тысячи сверху имеет. Что касается Фнатика, ХА еще нужно подфармить до БКБ. Диджей уже с Юллом. Ну и Даггер приобретает себе Аббит. Тир 2 башня вверху. Подверглась атаке. И Разор понемногу, по чуть-чуть пробивает эту башню. Защиты со стороны Фнатик нет. Они пока готовят атаку в центральную линию. Обнаружили Сайленсер. Прыгивает за 14-37. Санстрайк туда же. Санстрайк не точный. Но урона будет и без Санстрайка достаточно. Единственное, что как-то бы еще башню забрать после этого. В идеале бы свою не потерять вверху. Но тут из вариантов было и так. Ну и Тир 2 башня вверху разрушена. В центре. Будет ли защита со стороны ТНС? 30 секунд до Сайленса. Рогло было. Это же время не будет. Но Шейкер с Даггером. У Шейкера есть ультимейт. В противопередине первого уровня. Если удастся подловить Фнатик вместе, то почему бы и нет. Шторм выманил несколько телепортов на себя. Побьев немножечко Тир 3 башню. Наверное пришел обороняться. Ну и в итоге даже Тир 1 не потеряли. ТНС. Ну и Мидас приобретает себе Сайленс. Внизу атака на Легионку. Под Санстрайк. Под Баларус Панч. Охайо. Создает этот момент для Абидо. Хороший выпад получился. Можно зацепить еще и Раззора. Нажимать ультимейт по Лайдай не собирается. Учитывая, что неподалеку есть и Шейкер, и Глобал. Но стоит забывать. Шейкер прыгает как раз в Бэйна. Бэйн. Ему помогает Эр Спирит. Есть сноуболт у Скара. Тоже поддерживает Бэйна. Все как могут. Тимсы избивает. Вот он Глобал. Попрыжок Шторма. Шторм добивает в итоге Бэйна. Террор Блейд есть. У него Сандер. Нажимать даже особо и не нужно было. Правда нажимает он в итоге. Подставляет слегка союзника. Но три героя погибло у ТНС. Не зря это Эмми делал. И не зря в целом здесь троллейс Фнатик. Но не самая удачная атака, согласитесь, получилась. Шейкер в итоге с самого старта вынужден был прыгать в Бэйна. Прыгать, кстати, Шторм. И это самая большая проблема для Фнатик. Вот Шторм в действительности является величайшей проблемой для них. Остановить его будет трудно. Вот так выигрывая драки, один Шторм обороняться особо не сможет. Продолжит там же духи Фнатик. Центральную башню сил света атакует... Шейкера не хватило откровенно в этом моменте. Легионка тоже погибла первой. То есть тут как-то обескровлены были ТНС. Вроде как под врыв Шторма снова Глобал был использован. Все красиво, но... Двух ключевых героев не хватило. Ну и манта. ТБ, понятное дело, уже есть. То есть та Глобал бить по Энви не будет. Нужен другой контроль. Глобала можно уворачиваться будет. Нажимать манту. После Глобала прожимать Сандер. Ну и Диджей на даггер на селе на бит. Вылетел, поставив при этом паузу. Будем в скором времени вернуться. Что мы имеем? После последней десяти минутки Фнатик теряли преимущество. Снова его получают после этой драки. И она составляет уже почти пять тысяч. По золоту. Что касается артефактов. Тут там чем новым похвастаться может Шторм Линку собирает, по-моему. Нет, это не Линка, нифига будет. Это будет у нас Бладстоун. Так, поторопился, не смотрел в его планируемые покупки, но это все-таки Бладстоун. Бладстоун слишком хорош на Шторме, чтобы пускать. Именно Реген сумасшедший дает. Тем более Шторм сейчас немного поломанный с этой Кайей. Если я не ошибаюсь, такая сейчас тоже поломана на Шторме. Я не знаю, ли это чинили в последнем патче, но конкретно инфы официальной об этом не было. Поэтому, скорее всего, это не чинили. Суть в том, что она дает больше Шторму, чем 10% Манолоса. 10% Маноредакшена. То есть номинально 10% написано Манокост и Манолост. Но так как Шторм при использовании Балайзинга теряет ману, то фактически получает 20% вместо 10%. Потому что у него дешевле и скилл, и дешевле также потеря маны на 10%. То есть слегка Шторм в этом плане поломан. Может быть, этот Манолос должны убрать. Но я не уверен. Может, так и задумывалось. Не с артефакта, а именно для Шторма, конечно. На артефакте-то все нормально. Верхнюю башню сил Света атакуют. Так что Кая на Шторме, ребята, это прям очень здорово. Верхняя башня сил Света разрушена. Пользуйтесь. Я думаю, многие из вас, кто следит за Reddit, за форумами всевозможными, уже видели. Ролики, как Шторм бороздит простой карты ультимейтом туда-сюда. Практически ее, не стесняясь терять, восстанавливает моментально. В смоке выход от Фнатик. Между Т1 и Т2 будет организован. Возможно, хотят кого-то на перетяжке поймать. В дополнительный лес. Но никто туда пока особо не идет. На Рэйвена могут выйти. Но Рэйвен-то как-то осторожненько идет. Пинги идут в сторону Рошана со стороны ТНС. Ожидают примерно там увидеть. Инвокер убивает Курьера. У нас Глобал был использован, чтобы спасти Шейкера. Охайо под БКБ пытается бежать. Диджи рядом. Может их поддерживать Охайо. Дуэль от Легион Коммандер. Тускара не спасти. Но был потрачен Глобал. Шторм прыгает за Бэйном. Бэйном можно отдавать. Дальше нужно всем отходить. Абит еще и Санстрайком добивает Тимса, похоже. Да, все так. Все так. Нет, не Санстрайком он это сделал. Не Санстрайком. По идее, Торнадо добил. Так вот. Не так все плохо для Фнатика. Кажется, еще и в центре подловили Сайленсера. Его тоже убивают. А теперь вообще замечательно. Они Курьера важнейшего убили. Курьера, в котором был Виталити Бустер для Ку-Ку. Курьера, который дал бы Бладстоун. Плюс они выманили Глобал Сайленс. И убили двух саппортов в размен на своих. Безусловно, победа для Фнатик в этом моменте. Ну и БКБ появляется у Террор Блейда. Рейлэн в центре. Тоже с Блокинг Баром. Пока еще не использовал его. Энви заходит на Рошана. Нет Глобала, и этим можно пользоваться. Фнатик все прекрасно понимает. Невидимость. Для Легион Командер. Сентри поставил Пайл Эйда. И ставит также ОПС. Ну и нужен еще один Сентри Вард. Все верно. Оставляет иллюзию Террор Блейдзи для обзора. Ближе к хайграунду. И Рошан достанется в команде Фнатик. Не успевают удать ЕНС никак. А Егиза Террор Блейдзи. Да. Я буду повторять это. Центральную башню Сил Света атакуют. Ну и башню заберут. Центральную сила тоже. Пошел ку-ку. Пытался сзадинайз. Не удалось. Не отдали врагу Центральную башню. Внизу подталкивает линию Рэйвен Подстраховывает его с Мэйдж Если бы кто-то один пытается подойти То атака последует незамедлительно со стороны ТНС Ну дальше цель Тир 2 башни для Фнатик Не просто пушит против такого состава ТНС Тут и Шейкер готов инициировать драку под Global Silence И Легионка готова прыгать Тяжко заходить С другой стороны как-то под шумок тот же инлокер может сплитом заниматься Но Шторм мешает Нужно чуть больше артефактов инлокеру Блокинг бар нажимать не хотелось бы на инициирование Шторма В идеале макующий имеет сверху Который и стремится обид Шторма подловили Вот это было очень хорошо и очень неожиданно Шторм здесь вновь неосторожно сыграл Он уже в который раз какие-то проблемы испытывает на Шторме Куку Очень неаккуратно действует Это ситуация не исключение Ну идут на Тир-2 Фнатик Плюс нижняя линия пушится в сторону ТНС Можно будет туда переключиться Неужели хотят дальше пойти на Тир-3 Вообще это достаточно опасно Но Шторма 50 секунд не будет Как минимум хотят на вайбэк развести Если таковую Шторма имеется А мы-то знаем что его нет Поэтому Фнатик могут преуспеть На этом пушу Прожимает над морфозис Энви Нужно как-то отгонять Фнатик Тут выручает конечно регион командер с ее спамом А и так же Разор помогает Террорблейды неплохо пробили Можно Сандер использовать Энви Он идет Но Сандер не удалось нажать Дуэль от регион командер Сноуболом спасает от дуэли Туда залетает метеор от инвокера И СМХ уничтожен Энви еще и на Рейвену нажал Сандер Центральная башня сил света разрушена Ну уж Иглобал потрачен Слушайте По-моему Тинси Провалились Центральная казарма сил света разрушена Ну и Аббет Толкает уже нижнюю линию скрипами Две катапульты подъехало Теперь два башня внизу тоже будет разрушена Ну и Не представляю как Тинси сейчас выходить из положения Вверху неплохо крипы Потолкнули уже и башню побили катапульты пару раз 735 Здоровья Остается уже и меньше Еще пара выстрелов катапульт Шейкер кстати рядом Ну куда же Куда же Тинс По-моему Тинс чейнжлог не читал Или мне кажется Не в обиду конечно этому великолепному исполнителю Я Большой фанат Тинса Его Эр Спирита И остальных четверок Крутых его исполнений Но вот эта атака Это очень похоже было на Агонию какую-то Шейкер не наносит урона по одной цели сейчас Фактически никакого Если это было только для инициирования Под Шторма Ну и Шторм не обладает таким уроном Плюс вы делаете это под Тир-3 башни То есть последуют телепорты со стороны противника Инвокер не такой слабый Если бы это была другая цель Помягче Я поможет быть понял Ну и Сайленсера убивают Дальше Шторм Ступил в драку Покатился в Тускаре Вместе С Тускаром Точнее в Сноуболе Энви Страдает Тускар Слип от Бэйна Слип Все помогает Таки разменяли С Мэйча БКБ разор пытается прогнать команду Фнатик со своей базы Обестрадает Рядом Плэйтай Обед нажимает БКБ И не погибает от Утимейта Шторма Но погибает Плэйтай Отходит Фнатик Легионка потратила бэйбэк Радиент Боттонный шрай Подтягивающий Кольный рейм Заслуженная награда Радиент Боттонный шрай Подтягивающий Невероятно Ну и Энви 5000 Имеет на руках тоже Аганим Тускара Очень скоро будет Будут бросаться просто героями Что Тускар Что Эрспирит С Аганимом Ну и дальше Нацелен инвокер На приобретение Катарин Кора ДНК появилась У Шторма Генка ничем Поквастаться не может Кираса у Розор Атефактов конечно Поменьше Уже 15000 преимущества У Фнатик Они продолжают его наращивать Купить подклакну В верхнюю линию Ну а внизу Пушит Абит Шторм дальше не пойдет Очевидно Вот он Аганим На Тускаре Появляется способность Варлус Кик Дистанция отталкивания 1400 при ударе Так это работает Мемно Дамы и господа Мемно Но вы знаете Очень осторожно Нужно С позиции Прыжочек за спину У Скара Толчок к своей команде Герой Погибает Тоже касается Кстати Ирспирита Которого Немного Радиент Радиент Топ-шрайны Среди атакуют Катаклиз Не брал На 20-ом Инвокер Взял здесь Лаквити Урон И Скорость атаки Забирает Святыню В Фнатике Останутся Чтобы добить Тир-2 башню Тоже вверху Дальше будет Собирать себе Охайо Кирасу Но до этого Может не дойти В этой игре Скоро узнаем Когда Рошан Появится Внизу Пытается потухнуть Линию Рейвен Но тоже Безагонимо Быстро От него не ждите Террор Блейд Вот дальше Приобрел себе Ривер Собрав Измолна Батерфля И дальше В итоге Увидим Мы Сатаник С его стороны Кисура Влетает Террор Блейда На подстраховке Стоит Диджей В случае чего Он поможет ТБ Должен По крайней мере Правда Сайленс Помешать может Пока ты будешь Его использовать Против Сайленса То Террор Блейда Могут и убить Плюс Пейлайдай Тоже под Сайленсом Не поможет Энви Единственный Кто Как-то может Сработать Этот Ускар Использовал БКБ Прыгнуть Спрятать Энви Вообще Спасателей У Фнатик Предостаточно И Распирит И Бэйн Ускар Если он конечно БКБ до Сайленса Не нажмет Вы уж не поймите Меня неправильно Ну Охай Он не из этих ребят Что у нас здесь? Ждем мы каких-то Моментов От Ускара Интересных Красивых Это и в контратаге Хорошая способность Тут Динкс Тратит Свой ультимейт Глобал Сайленс Тоже был использован БКБ Охайо тратит Но Охайо Врывается Тяжело его пробить Тут хорошее Торнадо От Абита Рэйвен по БКБ Дерется Но страдает Легионка Она тоже погибает Там параллельно Эту Скарп Он брасывает шторма На валрус панчи И Диджей Идет за штормом У Куку Мана еще есть Ее достаточно Куку Поднимает Оппонента Вьюл Погоня продолжается Есть Сайленс По Диджею Тут даже Сэнстрайк Диджей На пару С союзниками Добивает Куку Сайленс Конечно по Куку А не по Диджею Я немножечко оговорился В этом моменте И Сэнстрайк Влетел по шторму Все влетело В общем Ну иду дальше внать Три героя в таверне У ТНС Глобала нет Утимейт Разора Тоже в откате Еще 10 секунд Два БМКа последовали Шейкер вновь С ультимейтом облашал Но Тимс Как будто у меня Свои тарелки Вот в игре Атака пошла на Энви Но Энви моментально Спасен Тут еще и Сноубол Вкатываются в Шторма После байбэка Напоминаю Шторм Спирит Если его убьют Кто-то может быть Поражение Охайя выбрасывает Куда подальше Разора Красиво Углушение от Тимса Ультимейта Напоминаю нет Он был потрачен Нелепо В предыдущем моменте Ну и Появляется Шилосгард Шторм Один байбэк Остается в этой игре У Разора сейчас Фнатик байбэки Не берегут Но им-то особо и не надо Их пробивать Очень сложно ТНС Вообще сейчас Сложно представить драку В которой ТНС 5 на 5 Выигрывают у Фнатик Если честно Даже в своих самых Иллюзион Серьезных фантазиях Самых неожиданных Нужно ловить Фнатик на ошибки Возможно на перетяжке Возможно просто На дайве Каком-то Д4 Но пока Подловили Лишь разор Разор Спасается пикой Легионка Обрывается В Тускара Скар под слипом Легионка Теперь под слипом Все стоять Говорит Бэйн И Погибнет скорее всего СМЭйдж Торнадо Четко влетает СМЭйдж в тавер Байбэку Легион Командер нет Идет дальше Энви Под метаморфозисом Сандер Ему тоже доступен Сатаник есть Кто его пробьет В этой игре Объясните пожалуйста Шейкер с ультимейтом Третьего уровня Но бараки внизу Уже разрушены Расходятся у нас Ребята из Фнатик Шейкер так и не инициировал Драку Пытается сейчас это сделать По троим Прыгает здорово Но кто поддержит Нет продолжения Этой атаки Шторм конечно ворвался Но ворвался он Прямиком в таверну Вслед за своим союзником Подловили также Разора И он уничтожен И Сайленсер Тоже Это гуд гейм Господа Фнатик выигрывает Первую карту В этом Бестов Три противостояния ТНС На первой карте Все таки не устояли Ну и помним Как все начиналось Эти неудачные Нелепые атаки Шторма Дважды на Энви Потом в центральной линии На инвокера Уж тогда показалось Что не все в порядке У ТНС У них был момент Переломный в игре Они провели хорошую драку Под Сайленсом В Мид гейме Но после этого Сразу же подобную драку Проиграли Тоже под Сайленсом Потеряв Легион Командер Потеряв Своего Шейкера Ну не знаю Мне кажется Что Какая-то нервозность У ребят С ТНС Протим Присутствовала Не самая удачная игра От Куку За ним вообще Редко замечаются Плохие игры И я крайне удивлен Что он отыграл Настолько странно На шторме Я надеюсь Очень на то Что ребята Подсоберутся Пообщаются Друг с другом Найдут себе силы Все-таки Второй карте Противостоять Фнатик Ничего критического Не случилось Первая карта Дана Но при этом Можно Я думаю Бороться Цепляться за вторую И дальше В третьей Решать вопрос ТНС Выглядели Просто не в своей Тарелке Ребята Не попали в игру 16.36 Заканчивается Эта игра Мы уходим С вами на Большую рекламно-музыкальную Паузу И вторую карту Посмотрим В этом противостоянии Матчи на вылет На квалификации Тота Саммит Под номером 8 В Юго-Восточной Азии Уже через 5 Может быть 7 минут Услышимся Хайп Это не я Хайп Это ты Ты решаешь Кто будет на хайпе С тарифом хайп От МТС За хайп решаешь ты Но это не точно МТС хайп Безлимитные видео Музыка, игры Соцсети и мессенджеры Субтитры создавал DimaTorzok